Всем привет! Привет! Чем мы занимаемся в этот прекрасный день с моим любимым молодым человеком? Конкретно сейчас мы выполняем вместе почему-то его задание в универ, на дистанционное обучение. Ему задали, короче, станцевать комбинацию, там по видео, рандажам портер, ну короче, классический предмет, классика. И я помогаю Артему сейчас все это сделать, потому что это, короче, не его конек. Да, это вообще не мой конек. В общем, давайте сейчас поставим небольшой таймлапсик, посмотрите, как это будет выглядеть. Ему надо было получить комбинацию по видео, он ее, короче, еще не запомнил, поэтому я буду стоять здесь за камерой, он будет стоять там, и я буду ему подсказывать, а он будет с меня списывать и танцевать на видео. Четерство! Продолжение следует... Все, мы только что отсняли этот суперклассик. Классный классический этюд. Это было очень забавно, мы кучу раз переснимали, потому что Артем там или сбивался, или я забыла, собственно, Артем тоже типа не попадает. Короче, это очень странно, записывать видео с классическим этюдом. Сейчас мы перекусили, я там сделала салатик и гречку покушали, потому что особо сейчас ничего не готовила и времени не было, мы были классикой заняты. Буду сегодня на ужин что-то готовить вкусное. Артем сейчас пошел в душ, он сейчас куда-то едет опять по делам, а я сейчас зашла в главу, буду делать заказ еды, мне надо заказать продукты, которые нужны для холодильника. Сейчас я только подумаю, что нужно. Только что, кстати, еще звонила мама, она сказала, что сегодня приедет в гости, я не против, я только за, мы уже давно не виделись, она вроде тоже хорошо себя чувствует, никто не болеет, мы особо из дома не выходим обе. Поэтому мама приедет в гости, она еще квартиру просто эту не видела, ни разу еще у нас тут не была, поэтому мы с ней пообщаемся, проведем чуть-чуть время вместе, договорились сырники вместе пожарить, так захотелось сырников обеим, поэтому мама привезет творог, я сейчас еще муку должна заказать. У меня закончились такие базовые продукты, которые могут для готовки понадобиться, типа мука, молоко. Короче, я только что заблокировал свой телефон, приложение закрылось, и типа список, который я уже написала, он стерся, и мне приходится заново писать, и я не могу вспомнить, что я там писала. Короче, там было где-то 5 или 6 позиций, я сейчас только 2 написала, и остальное не могу вспомнить. А лимон, вот лимон, вспомнила, мед, мед нужен, потому что я, а, куриное филе, вот. О, кстати, ну давай, позвольте, может у нее есть мед, потому что у нее должен быть хороший, сейчас, секундочку, я хочу сделать курицу, короче, в таком соусе, типа медово-лимонном, очень вкусно получается. Мама, слышишь, а у тебя есть мед? Такой, липовый, жидкий, типа есть. Давай, мне просто нужен какой-то мед, я хочу курицу на днях сделать в медовом таком соусе с лимоном. Чуть-чуть, это сколько? Есть такая баночка, типа от соуса небольшая. Ну давай, да, отлично, мед мы нарешали, я просто не очень хочу магазинный мед покупать, но я не очень сильно ему доверяю, я даю предпочтение, если меду, то такому, типа домашнему, фермерскому, хорошему. Магазинный, просто меня не очень сильно, в общем, радует. Значит, мед я убираю из списка. Что еще мне надо? Не знаю. А, мы, кстати, вчера вечером, мы снимали с Артемом, вчера видео обмен подарками, но только такая карантинная версия, типа подарки с продуктового магазина. Честно говоря, это один из моих любимых обменов подарков теперь, потому что видео получилось очень смешное. И мы были в АТБ в магазине в 11 часов вечера где-то, то есть поздно. И там практически не было людей, то есть на весь магазин работала одна касса, и было два человека, которые просто ходили по магазину и тоже делали покупки. Поэтому я поняла, что если ходишь в магазин на карантине, лучше делать это ночью или поздно вечером, потому что людей там практически нет. И так намного спокойнее себя чувствуешь. Понятно, что мы надевали маски, мы надевали перчатки одноразовые, чтобы ничего не там, не дай бог. Но это намного приятнее. Но поскольку мне продукты нужны раньше сейчас, чем в ночь, я решила все-таки заказать их. Эй! Малышка! Стапчик! Месточка, классный, милышка. Иди ко мне. Сейчас, Машур, я очень спешу. А куда? Мне столько надо успеть, это просто. Много? Да, очень много. А ко мне мама в гости сейчас приедет, понятно? Классно тебе, блин. А мне нужно сейчас в одну часть поехать из города 20 километров, потом в другую часть, тоже в область, потом вернуться опять в город, потому что скоро будет очень круто. Что же ты не знаешь, что будет? В смысле? Я не знаю, чего я не знаю. Скоро каналы мои выйдет просто на новый уровень. Какой? Все вы знаете. Да расскажи! Если я камеру выключу, расскажешь? Нет. Все-таки выведала правду. Все прикольно, на самом деле. Рада за него. Надеюсь, все получится. Я допишу сейчас список того, что не нужно. Буду дальше, наверное, мне надо поубирать, популисошу, наверное, потому что уже прям накопилось сильно много грязи на полу. Я не знаю, у меня не складывается сегодня речь моя. Не обращайте внимания. У меня в гостях неведомый человек, которого никто не знает, никому не знакомый. Мы так давно просто уже не виделись, я уже забыла, как мама выглядит. Привет. Да, мам, давай. Я хотела, чтобы понятно. Там уже все понятно. Я уже рассказывала, что ты приедешь. А, понятно. Приехала мама. Знаете, кто? Она у меня сейчас в гостях. Привезла. Сахар и мед. Мне мед привезла и сахар, потому что у нас сахар только пакетированный, в магазине другого не было. Что привозит, что передает мама Артема? Там голубцы, да, там котлетки. Что значит мама, детка? Мам, что с тобой не так? Извиняюсь, конечно, но тебе не повезло. Мама сломалась. Нет, изначально. Мы сейчас с мамой ждем курьера. Он принесет еду. Я заказала продукты просто домой и написала список того, что нужно. Из магазина не хочу просто идти сама. И Артем там сейчас свои дела решает, чтобы он не обвлекался уже. Надо продукты. Так что он сейчас принесет мне 5 килограмм муки. Короче, я хотела заказать просто пакет обычной килограммовой муки пшеничной, чтобы сырники сделать. Там оладьки, блинчики периодические какие-то. И он мне позвонил и сказал, что... У меня веночек. Мне так не нравится эта люстра. Он мне позвонил и сказал, что килограммовой муки сегодня в этом и нет. И типа есть только 5 килограмм. А мама уже привезла творог, сахар. Мы уже точно знаем, что будем сырники делать. Я говорю, ладно, давайте. Так что теперь у меня муки будет на полжизни вперед. Кому надо мука, обращайтесь, я могу поделиться. Мама сказала, ей не надо, кстати. Не надо. Офигенно. Короче, сейчас он уже написал у меня приложение, что он под домом. Так что я должен уже где-то заходить. Короче, мы будем делать сырники еще с мамой. Общаемся тут, как друг у друга дела узнаем. Мама, первый раз у доти в гостях. Да, она еще тут не была. Как тебе квартира? Классная. Мама говорит, что она совсем не так выглядит, как на видео. Да, на видео, ну, я как бы себе, конечно, я бы ее узнала, но все равно как-то по-другому пространство на видео воспринимается. Не так. Я зашла и сразу такая, о, это та же самая квартира. Прикольно. Ну, как-то так. Когда ко мне кто-то приходит, из тех, кто видел изначально мою квартиру только на видео, тоже все говорят, блин, вообще не так. Да? Вообще, да. Прикольно. Смотри, а там мы статуи свободы собрали с Артемом. Собрали? Это лего, конструктор. И в маленьких-маленьких кусочках? Да. Молодцы. А вы не разобрались, как играть в игру вот эту? Нет. Ну, надо игра, недорого. У нас есть остальная игра, в которой мы не можем понять, как играть. Уже кучу видеообзоров и инструкций пересмотрели, и все равно не можем понять ее. Как называется? Побег, по-моему. Да не побег какой. Эвакуация. Эвакуация, да. Извиняюсь. Низевайте. Не знаю, как она. Низевайте, говоришь. Мы сегодня спали очень долго. Я вообще такая вареная из-за этого. Мы проснулись, наверное, в одиннадцать где-то. Я такая зеленая. Любимочка моя. Любимая поколаночка. Любимочка. Ты что, ты сейчас не зеленая? Мне все пишут, что я отъелась на карантине. Так это не странно, извиняюсь. Вы знаете, как у нас сейчас рацион выглядит? Вообще не очень. А я сегодня съела немножечко утром борща. И все. Я так давно борщ не ела. А я... У меня нет больше кастрюли, чтобы было делать. А варить борщ на две я не хочу. Так. Продуктики привезли. Я надеваю перчатки такие, чтобы... Не могу влезть. Это я искал. Так, а зачем ты перчатки надеваешь, чтобы продукты доставать? Не знаю. Ты же можешь потом помыть. Я ее буду сейчас просто мыть. Ну да. Больше в воде будешь. Гвоздь программы. Какие-то мне... Ой, она еще и просыпается. Вот что ее перечит. Мука всегда просыпается. Мам, у тебя нет, да, формы для выпекания? Нет. Ты у меня такое спросила. Пишет мне, мам, у тебя случайно нет формы для выпекания? Я хочу завтра сделать шарлотку. Чтоб ты понимала, я не знаю, что такое шарлотка. Какая форма? Нет, я слышала это слово, но я не знаю, что. Мама! Это яблочный пирог с яблоками. Ну так бы и написала. Пирог с яблоками. Шарлотка. Никто не пишет, хочу сделать яблочный пирог. Все пишут шарлотка. Я же говорю, я слышала, что все так говорят. Но я просто не знаю, что это. Мне моя мама никогда не ставила на стол и сказала, Викусечка, съешь кусочек шарлотки с чаем. А я говорила, съешь кусочек яблочного пирога. Нет, мама моя не пекла ничего тоже. Так что не надо начать мою маму, а то говорят, не умеет готовить, как она вообще дожила. И замуж еще вышла, и детей нарожала, не умея готовить шарлотку. Выразилась. Прекрасно справляется. Мам, у меня 5 килограмм. Меня теперь это походу обязывает просто делать шарлотку каждый день. У меня нет формы для выпекания, это все портит. У меня теперь есть яблоки и все, что надо для шарлотки, но нет где печь. В сковородке нельзя печь. У меня не снимается ручка, я уже что-то думала. Ручка точно раскладывается. И здесь противень такой, я, в принципе, могу здесь ее сделать, но она будет, ну, типа, такая плоская. Ну, кстати, тоже вариант. У тебя есть! Да, вот ты сейчас достала противень. Мам, у тебя есть набор противень, и там такой маленький, есть один квадратный, глубокий. Такого у меня набора точно нет. Выкинула я его, нет, и у меня такое негде хранить. У меня есть силиконовая какая-то штука. Ну, и в любом случае, я когда это прочитала, я уже сидела в машине. Ну, ладно. Ну, короче, можно сделать. Напишите в комментариях мне, я все равно, если буду готовить, я буду готовить сегодня, и сама решу. Но все равно, напишите в комментариях, можно сделать шарлотку в таком противне. Он достаточно глубокий, но... Просто придется отрезать куски вот такие на пирогах, чтобы нормально наесться куском. Так, что у меня тут дальше, кроме 5 килограмм муки в огромном пакете? Теперь курочка. Я не хочу все мыть, это много очень. А я мою тоже помидорки с мылом каждый. Ну, он же их... Может, не надо пакетики эти мыть? А каждый... Помидор я так... Каждый помидор доставали, и кто-то все лапали руками, перебирали. Знаешь, как обычно? Помидорки или яблоки. Тын-тын-тын-тын. Порылись там сопливыми руками. Так что все помидорки... А пакетик выкидывай. Пакетик же ты не будешь мыть. Так? Да. А как ты что? С мышим средством помидора? С мылом. Нет, не с мышим, с мылом обычным. Охренеть. Как я дожила до сегодняшнего дня, даже не знаю. Или мыла я каждый помидор с мылом. И каждое яблоко, и огурец. Да, я все мыла. Я не знаю, насколько меня... Я не знаю, насколько меня хватит реально, потому что, ну, пока держусь. С ума сойти, мыть огурцы с мылом. Да. Я не понимаю, зачем. Ну, потому что все их трогают руками. Это все равно, чтобы облизнуть тележку, за которую все берутся. Так, яблоки, молоко, сметану, кола. Да, с обожаем мыть упаковки. Вершки, крахмал, какао, лимон. Напишите, как вы это делаете? Делаете вы это или нет? Я думаю, что 30% делают, остальные нет. Ну, блин, тогда смысл надевать перчатки и ходить в магазин, или посылать туда курьера. Если потом... Ну, каждый же, представьте, чтобы набрать яблоко, каждый берет там одно пострелку, а это не такое. Я взял другой. Когда я взял продукты на дом, кумиратюшку, типа, готовлю. Я не уверена, что этот повар, который их готовил... Конечно. Не чихал на них. Не чихал, и не... Я не уверена, что он перемыл каждый помидор с мылом. Да, совершенно верно. Это мое рабочее место. Пожалуйста. Поэтому разницы никакой вообще. Как я уже говорила, мы все равно все переболеем коронавирусом. Единственная разница, лучше это сделать позже. Почему? Потому что, возможно, к этому времени мы уже наэкспериментируются и выяснят... Такие удобные перчатки. Как его лечить? Они ровно по размеру просто. Ну что ж, а мы тут имеем красивые сырники. Смотрите, какие. Жарим их. Если бы я еще умела переворачивать аккуратно, было бы вообще идеально. Я два раздавилась. Ну, что это? Ну, тут вот, смотрите. Тут все вам не то, что я. Ложку для... И сформировала сырники. Мы же себе готовим, сами будем есть. Клапит, как они выглядят. Но нет, да даже слепить, да даже... Я же об этом. У меня, Артем, вообще у него, знаешь, критерии классного сырника? Когда берешь на вилку, вот так поднимаешь, а он слабывается с вилки. Вот ему нравится такой. Значит, там ворога много. И я люблю такие. Ну, нужно его поднять на вилке. Ты забыла этот момент упустить. Ну, да. Твои не поднять. Поднять, не надо. Мои поднимаются на вилке. Я уже лучше делаю сырники. А у меня есть 5 килограмм муки. А чего вы добились? Ну, все, сырники готовы. Мы уже их в полную тут наминаем. Получились очень вкусные. Правда, не так держат форму, как я хотела. И чуть-чуть все равно расплываются, потому что я муки много не добавляла. А там у нас творог рассыпчатый. Ну, то есть он не держит так форму, как хочется. Поэтому... Ну, ничего, зато вкусно, да? Очень, очень вкусно. Поэтому мы сейчас кушаем. И у меня нимф над головой. Мы тут лежим теперь. Сначала на спине. То мы посидели, теперь полежали. То так, то так. И теперь на животе. Мне заклинилось дома каждый раз выходить. Ты не представляешь. Представляю. Представляешь. Тебе, короче, нравится, да, все? С карантином. Да. Я не знаю, что люди так прям мучаются. С ума сходят от скуки. Мне кайфово. Правда, плохо то, что контента для влогов мало. Типа, потому влоги выходят раз в три дня. Снимать особо нечего, поэтому... Разговорный сними ответ, вопрос-ответ. Сниму. Как только настроюсь. Да. А так лень все делать. Все больше и больше раздражать. Просто для того, чтобы снять разговорное видео, это надо накраситься. А на влог не надо. На влог не надо. А что, а ты сними разговорное видео на тему, как понравится парню, не накрашенное, естественное, где будет много просмотров. Как вот это с пожаром. Мама говорит, я снимаю, горит у меня там все, короче, в коридоре, на площадке лестничной. Я все в дыму, я, мам, снимаю. Чтоб ты понимала, у меня нет макияжа на лице, у меня прыщи, у меня жирная голова. Ну, я снимаю. Я понимаю, что это видео наберет очень много просмотров. Новую аудиторию, а я в таком виде. Ну, я снимаю. Ну, а что же. Ну, да. И такая, я смотрю, снимает, я потом, когда уже монтировала. Маша, то так пол лица, типа, то там что-то держит, типа, за голову раскатывается, прикрывает. А я стараюсь снимать, чтобы было все не так плохо. Потом вот так я просто распустила волосы и снимала себе, а вот так полом, чтобы не было видно, что в коридоре. Вот так, а вот тут волосы. И типа, такая. Так и было. Ну, да. Случайно. Так, а что пожар так не вовремя начался, блин? Не молнии сказать, я бы хоть голову помыла. Ну, это, конечно, все равно в таком состоянии взять камеру и снимать, когда реально ты на двенадцатом этаже, а там все в дыму, ты выйти не можешь. А внизу там куча пожарных, ну, к тебе вода не достает. Да. И вторая такая же блогер же едет, ребенок там на двенадцатом этаже, с крыши дома двенадцатого этажного, двенадцати этажа. Двадцать пять этажей. А, двадцать пять, нет, не двадцать. Мы на двенадцатом были. Мы на двенадцатом, а что, настолько много этажей? Да. Ну, короче, у меня было ощущение, что вот Маша, а над ней прямо уже дым валит, черный, черный дым. И я стою в пробке, смотрю на это все и понимаю, а тупо все стоит, стоит еще ехать вот так по кольцу и вниз. Я начала снимать, когда она мне сказала, я снимаю. Она мне сначала не верила, что пожар, она сказала, ты что, типа, паранки снимаешь? Да, а я поехала УЗИ делать, короче, в поликлинике, в какой-то хер знает где, на другом конце города. Говорю, Маша, она мне, мама, тут это та, я как раз в кабинет зайти должна. Я говорю, хорошо, все, сейчас, поняла. Ну, и у меня ощущение, что, ну, не может быть такого, снимает какое-то видео. Перезвониваю, говорю, Маша, ты точно уверена, что мне надо ехать? Она, ну, конечно, уверена. Я такая думаю, блин, точно, наверное. А я еще тогда, она как-то сказала, ты уверена, что мне нужно ехать? Ну, типа, я тогда не поняла, что она подумала, что это пранк. И мне показалось, что она, типа, такая, может, сама разберешься. Мне точно надо ехать. Я тут далеко, как бы. Ну, я не смеялась, но просто сейчас я понимаю, что мама подумала, что это, типа, розыгрыш. И тогда такая, ну, порешай сама, да? А прийдет, надо ехать. А я завожу как раз в кабинет. Она мне звонит, а я как раз в дверях в кабинете стою, уже на меня доктор смотрит. И я такая, да, да, кладу трубку, говорю. Я не могу попасть к вам на прием, сейчас зайти, потому что у меня дома пожар, и у меня там дочь. Она, о, господи. Я говорю, все, я пошла. У меня это было так, кстати, никогда об этом не говорили. Вот впервые сейчас вот это-то обсуждаем, да, как это было. А мы тогда просто ржали с этого всего постоянно. Ну как ржали, ничего себе. У нас тогда другие проблемы. Мы выселились с той квартиры, короче, помнишь, все это и купеем. Нам негде было жить. Так вот, и я... О, господи, я выхожу с кабинета, думаю, блин, вдруг Маша пошутила. Вдруг это вот что-то... Перезванивают. Ты точно уверена, что мне надо ехать? А мам, да, как бы у меня тут дым. Я, ладно. И я сажусь в машину, и на навигаторе, это ж... Не так долго мы там жили в Киеве, я еще не знала. Вожу на навигаторе адрес наш, и он мне там простраивает. Я смотрю, другой дорогой, потому что там односторонний. В другую сторону, я думаю, я не так ехала, не этой дорогой. Оп-оп-оп какой-то. Я начинаю ехать, а он меня ведет в лес, какая-то в гору, вот так вот. Ну, гор, гора, лес, гор, узкая тропинка и сужается. И я еду, 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 и я понимаю, что я просто еду в гору, в лесу. А это больница как-то на окраине или что-то было, какая-то клиника, ну, хер, областная какая-то. И я еду, 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 я смотрю, не конца и края, и там уже горизонт, где-то вот там. Я, в общем, въезжаю в тупик, мне навигатор показывает ехать дальше, а мне ехать некуда. Там какая-то свалка, какие-то старые кровати, мебель, ну, в общем, ужас и лес. И вот так обрыв. То есть я еду, знаете, как вот туда вот уже, вот эта, ну, гора, и я так фотографирую. А я на БМВ еще тогда была. Она здоровенная, как корабель, понимаете, как. Я понимаю, что я не могу даже развернуться, чтобы мне теперь вот этой вот узенькой дорожкой вернуться назад. И я жопой вот так вот ехала назад долго-долго. При этом, вы понимаете, у меня паника, потому что у меня там пожар, и у меня там дочь сидит на 12 этаже, закрытая выйти не может. И я жопой съезжаю с этой горы. Я не знаю, как я не скатилась ее, что я задом вообще не люблю ездить. Я лучше 25 раз делаю вот это вот, чтобы развернуться и поехать передом. Ну, не люблю я ездить задом. И, в общем, я не знаю, как я съехала оттуда, с этой горы. Ну, я съехала, и потом, в общем, начала перестраивать этот навигатор. Он у меня тупит, он меня показывает опять в гору. Я не знаю, куда мне ехать, потому что там я уже была, там выхода нет. Я не помню уже, как-то я вернулась на ту дорогу, как-то с этого одностороннего уже как-то выехала на другую точку, встала с другой стороны, опять включила навигатор, он перестроился и уже как-то меня вывел. И все, я ехала туда утром нормально, а это было уже часа три или четыре, и это были пробки, весь Киев стоит, я на каждом стою, я там перекрестки долбаном, еще светофоры или пробка, или светофор. Маше звоню, что там она, ну пожарные приехали, я слышу, там сирена в трубке, в общем, капец. Я не знаю, это удивляет, что у меня в волосы начали вылазить. Как бы неудивительно. И у тебя... Ну, что, в принципе, неплохой день был, как бы. Да. Да ладно, нормально. Все. То что, ты будешь ехать? Да, буду ехать. Я при маме, когда зеваю, каждый раз боюсь, что она мне палец в рот засунет. Она просто постоянно так делает. Это ужасно. Типа я зеваю, она такая... Облизнула полруки ты только что сегодня. Все, я пошла, всем пока. Вот мама нормальная, да, вот в маске, в маске, посмотри туда, прямо тукан. Так смешно сбоку смотрится. Ну, это, кстати, она выглядит довольно плотно прилегающей. Я не знаю, это все подо мной, все везде, у меня ничего нет. Я никого, короче, не заражу. Ну, так как она не FFP3, короче... FFP3, да, да, то... Тебя не спасет. Меня не спасет. Спасет только от меня. Я понимаю. Хорошо, это самое главное. И перчаточки, и мама, и антисептик с собой. Да, я потому что открываю все перчаточки, в дверце все, а потом перед тем, как домой зайти, брызгаю на перчаточки антисептиком, чтобы закрыть дверь с этой стороны. Боже, как же жизнь станет проще, когда карантин закончится, прикинь, можно будет ходить в магазины спокойно. Мне кажется, у нас так будет, и вообще мы будем мыть руки все равно. Да, да, реально. Это такая привычка, я уже захожу, и у меня аж я чувствую грязь на руках. Да, надо смыть. Мне прям хочется ее уже смыть, у меня такого ощущения нет. И это, в кино ходить можно будет, типа, спокойно гулять, и не надо будет дистанцию соблюдать постоянно. Все в этом случае только, если мы выживем. Вам нужна поддержка? Обращайтесь к моей маме. Горячая линия, знаешь, мы доведем вас до суицида в любом случае. О, боже. Какао, 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 какао. Хватит это петь, пожалуйста. Это специально. Боже, ты в Угах? Ты знаешь, что на улице плюс пятнадцать? Почему ты в Угах? Мне было так, я не шнуровать ботинки. Я так подумала, что я все равно на машине прыгала, там вышла и... Капец, маоо. И в куртке в зимней. Да, было очень жарко. Ужас. А я знаешь, что поняла? Что за время карантина мы пройдем этап той погоды, когда, ну, носятся легкие куртки. Там и, типа, ботиночки. То есть мы перейдем сразу в лето, по сути. А у меня летних вещей вообще, типа, тут нет. Не то, что даже тут. У меня особо летних вещей в Киеве, то нет нормальных. Мне надо будет все покупать их. В интернете. Офигенно. Да. Я надеюсь, карантин не продлится до осени, и мы хотя бы немножко летом выйдем из дома. И поплаваем там. Полетаем куда-то. О, прикинь, карантин закончится, а можно будет куда-то полететь. Да. Капец, это так все странно. Я переместилась в ванну, ем яблочко. И сейчас буду краситься. Сейчас будем снимать видео, но я там не сильно буду светиться, как я понимаю. Поэтому я не буду мыть голову. Она у меня, в принципе, нормальная. Я аккуратно выложу волосы, все будет хорошо. Но сейчас бы меня очень склажет сухой шампунь. Надо накраситься. Время полдесятого. Я так не люблю краситься, вот в позднее время, зная о том, что через час я смою макияж, и он больше не нужен будет. Эх. А еще у меня заканчивается тональный крем. Я прям его уже оттуда вот так вот выливаю. Мне завтра нужно будет заказать умывалку для лица, потому что и эта заканчивается, и вторая заканчивается, и вот тональник заканчивается. И что-то еще. Короче, много всего из косметики опять одновременно закончила. Буду сейчас рисоваться. Честно говоря, так лень. Даже скорее не лень, а просто жалко. Потому что сейчас я все смою все равно. Кстати, в прошлый раз я пробовала наносить консилер как надо. Типа в правильное место, вот так. Знаю, что он светловат, поэтому боялась его наносить сюда, куда надо, если честно. Но, когда я нанесла рядышком тональный крем, и все это начало как бы тушеваться, все оказалось хорошо. И поэтому я теперь так буду делать. Не получается у меня уже выдавить, он уже абсолютно не выдавливается. Придется колупать крышку там. Может, так еще можно. А, почему эта личная проблема постоянно приходит так не вовремя? И вся косметика заканчивается в одно время. Уже даже так ничего не выливается. О, чуть-чуть есть. Боже, завтра надо обязательно заказать. Меня не хватит на еще один раз. Ну, никак. И теперь я вот это все начинаю смешивать. Сначала наношу вот так чуть-чуть тонального крема везде, куда надо. И теперь вот так вот потихонечку сюда чуть захожу. Тут чуть-чуть свет смешивается, и все так аккуратненько получается. Хорошо же сразу. Мне кажется, вы уже наизусть выучили весь мой макияж. Я каждый раз практически его показываю, и он у меня не меняется. У меня он стабильный. Ну, вот последнее время. Раньше я, кстати, по-другому красилась. Я не красила тени вообще. Губы никогда не красила. Дэн, ну, ребят, таймлапсик снять не получится, потому что у меня начал мигать аккумулятор на камере, а нам сейчас снимать еще одно видео, и мне надо, короче, поставить на зарядку аккумулятор, чтобы он подзарядился. Поэтому давайте я сейчас накрашусь, пока аккумулятор у нас оживет, и потом увидимся с вами, когда я уже лицо нарисую себе. Я так и не показала вам себя накрашенную. Накрасилась, мы сразу пошли снимать. Сняли. Как не снимаешь? А теперь камера уже стоит на зарядке, и поэтому я решила доснять последний кусочек на телефон. Я вот в постели, детское питание. Прекрасно заходит просто, как будто так и надо. Мы на брудершафт. Да, я держу тут свет, чтобы масло могло себе снять. После брендершафта надо темноться. Давай. Я обожаю детское питание, и это просто счастье. Фу. У меня такое чувство, будто бы его кто-то уже немножко пожевал, а потом тебе назад выдал баночку его. Хоть уже у меня была в холодильнике каждый день, и не заканчивалась. Как это сделать? Ты просто жуй, а потом выплёвывай его назад. М-м-м. Фу. Напишите в комментариях, вы любите детское питание? Потому что, ну, как по мне, тут такое. Обожаю. А это какой вкус? Яблоко-банан, очень вкусно. А что у тебя 8 подбородочек? Да я, ты просто камеру держишь ниже некуда. Не волнуйся, давай будем вдвоём. Сейчас сравнить мои фотки в инстаграме, и вот это сейчас. Красунья. Всё. Вырубай. Конечно, вырубай камеру, и давай спать, потому что завтра очень тяжёлый день. Я доеду уже, не хочу, чтобы заканчивалось. Всё. Ладно, всем спасибо за просмотр. У нас был сегодня домашний день, день с мамой. Тёма, кстати, так и не застал её, не успел приехать до маминого возвращения. Сисечку засветил. Поэтому всем до встречи, до завтра, надеюсь, завтра выйдет влог, и всё будет хорошо. Пока. 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 Продолжение следует...